Приветствую, YouTube. Видео называется «Самый лучший подарок мужу, или мужчине, или парню, или брату, или папе на Новый год». В большей степени для женщин. Итак, если вы очень любите своего мужчину, то одним из самых лучших подарков будет фронталочка. Потому что фронталочку мужчины себе покупают сами редко, потому что до последнего жмотятся, особенно когда дело касается «Ой, ну что я буду с ней делать, да я пощелкаю, потом задолбает, это то, пятое, десятое, ну и как бы все». Ну и, собственно говоря, это все абсолютно справедливые и практичные мысли адекватных мужчин относительно фронталок. Здесь никто не спорит. Ну, как бы вариантов два. Либо как игруху рассматривать, либо гонять хвосты в гриву и понять, как она устроена, разобрать, собрать, чистить ее, или постоянно носить ее мастеру, чтобы он ее, а, правил, точил, б, чистил, если туда что-то все-таки попало. Вот. Ну и, конечно, в итоге, поэтому многие мужчины себе не покупают. Но, если вы подарите мужчине такую штуку, он никогдашечки не откажется и будет бегать, прыгать, щелкая ею, благодарить вас, чмокать в щечку и говорить прям спасибо, спасибо, спасибо. Почему? Ну, потому что вот в момент, когда ты делаешь вот это, ты испытываешь ощущение, ну, как в детстве, я не знаю, когда... Ну, это примерно как Новый год, а потом сразу твой день рождения, а потом сразу еще один Новый год. Короче, это просто офигенно. И надо сказать, что клинок сделан реально очень толково. Здесь двойной финиш, здесь пескостройчик, здесь сатинчик, маленький, тоненький клиночек, вообще без каких бы то ни было там изысков, но очень адекватно сведенный. Вот это мне понравилось. Очень адекватно сведенный сталька S35VN. Классный вот этот вот латунный у нас, ну, как сказать, слайдер, я бы сказал, ползунок. Вот, на него очень удобно ложится палец. И самое главное, что в отличие от оригиналов, легковесный механизм, абсолютно легковесный механизм. Можно щелкать, перещелкать. Вот у меня палец еще не забился, вообще спокойно щелкаю. Ну, убедились. С левой рукой, а левой рукой я не смогу, у меня рука уставшая. Вот. Блин, реально очень клево. Блин, очень клево. Что еще хорошо? Нигде не написано ничего, что этот нож как-то компрометирует. Что еще клево? И здесь, и здесь на клипсе одинаковый финиш. То есть, нож вообще сделан адекватнейшим образом, по красоте легенький, узенький, удобный, приемистый клинок, достаточно адекватный и по толщине, тоньше кончика, и по слесарке аккуратной, и сталька правильная, которую можно достаточно хорошо, успешно править, потому что перетачивать пять раз такой нож как бы в год неправильно. Вот. И стеклобойчик есть, и клипса адекватная, и по усилию, и по форме, и по всему. И интересный, не скучный вид, и при этом достаточно практичный, то есть, нож не скользит в руке. И при этом, естественно, сидишь, себе медитируешь и щелкаешь. Открыл, закрыл. Открыл. Закрыл. Открыл. Закрыл. И гениальные мысли по пополнению семейного бюджета приходят в голову. До новых встреч в интернет-эфире. У меня возникло новое, пойду реализовывать.